Антон Павлович Чехов. Экзамен на чин. Учитель географии Галкин на меня злобу имеется. И верьтесь, я у него не выдержу сегодня экзамен так. Говорил нервно, потирая руки и потея, приёмщик Эннского почтового отделения Ефим Захарыч Фендриков. Седой, бородатый человек, с почтельной лысиной и солидным животом. Ох, не выдержу, это как бог свят, а злится он на меня совсем из-за пустяков. Приходит ко мне однажды с заказным письмом и сквозь всю публику лезет, чтоб я, видите ли, принял сперва его письмо, а потом уж прочих. Это ж не годится. Хоть он и образованного класса, а всё-таки соблюдай порядок и жди. И ему сделал приличное замечание. Дожидайтесь, говорю, очереди, милостивый государь. А он вспыхнул, и с той поры восстаёт на меня Аки Саул. Сынишке моему Егорушке единицы выводит, а про меня разные названия по городу распускает. Вот иду я однажды мимо трактира Кухтина, а он высунулся с бильярдным кием из окна и кричит в пьяном виде на всю площадь. Господа, глядите, марка, бывшая в употреблении, идёт. Учитель русского языка Пивомедов, стоявший в передней Эннского уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно куривший его папиросу, пожал плечами и успокоил. «Хм, ой, ну не волнуйтесь, у нас и примера не было, чтобы вашего брата на экзаменах резали. Это про форма». Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошёл Галкин. Молодой человек с жидкой, словно оборванной бородкой, в парусиновых брюках и новом синем фраке. Он строго посмотрел на Фендрикова и прошёл дальше. Затём разнёсся слух, что инспектор едет. Фендриков похолодел и стал ждать с тем страхом, который так хорошо известен всем подсудимым и экзаменующимся впервые. Через переднюю пробежал на улицу штатный смотритель уездного училища Хамов. За ним спешил навстречу к инспектору законоучитель Смежалов. В Камилавке и с напёрстным крестом. Туда же стремились и прочие учителя. Инспектор народных училищ Ахамов громко поздоровался, выразил своё неудовольствие на пыль и вошёл в училище. Через пять минут приступили к экзаменам. Проэкзаменовали двух поповичей на сельского учителя. Один выдержал, другой не выдержал. Провалившийся высморкался в красный платок, постоял немного, подумал и ушёл. Проэкзаменовали двух вольноопределяющихся третьего разряда. После этого пробил час Фендрикова. «Вы где служите?» Обратился к нему инспектор. «Приёмщиком в здешнем почтовом отделении вашего высокородия!» проговорил он, выпрямляясь и стараясь скрыть от публики дрожание своих рук. «Прослужил двадцать один год, ваше высокородие! А ныне потребованы сведения для предоставления меня к чину калешского регистратора! Для чего я осмеливаюсь подвергнуться испытанию на первый классный чин!» «Такс!» «Напишите диктант!» Пивомедов поднялся, кошлянул, начал диктовать густым пронзительным басом. Стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются. «Хороша холодная вода, когда хочется пить!» и прочее. Но, как не изощрялся хитроумный Пивомедов, диктант удался. Будущий калешский регистратор сделал немного ошибок, хотя и напирал больше на красоту букв, чем на грамматику. В слове «чрезвычайно» он написал два «н». Слово «лучше» написал «лучше». А словами «новое поприще» вызвал на лице инспектора улыбку, так как написал «новое подприще». Но ведь все это не грубые ошибки. «Диктант удовлетворителен», сказал инспектор. «Осмелюсь довести до сведения вашего высокорудия», сказал подбодренный Фендриков, искоса поглядывая на врага своего Галкина. «Осмелюсь доложить, что о геометрию я учил из книги Давыдова. Отчасти же обучался ей у племянника фарсенофомия, приезжавшего на каникулы из Троицы-Сергиевской, в Вифанской тоже семинарии. И планиметрию учил, и стереометрию, всего как есть. «Ой, стереометрии по программе не полагается». «Не полагается? А я месяц над ней сидел». «Экая жалость!» – вздохнул Фендриков. «Но оставим пока геометрию и обратимся к науке, которую вы, как чиновники почтового ведомства, вероятно любите. «География ведь наука почтальонов!» Все учителя почтительно улыбнулись. Фендриков был не согласен с тем, что география есть наука почтальонов. Об этом нигде не было написано, ни в почтовых правилах, ни в приказах по округу. Но и с почтительностью сказал. «Точно так-с!» Он нервно кошлянул и с ужасом стал ждать вопросов. Его враг Галкин откинулся на спинку стула и, глядя на него, спросил протяжно. «А скажите мне, какое правление в Турции?» «Известно, какое турецкое». «Хм, турецкое – это понятие растяжимое. Там правление конституционное. А какие, вы знаете, притоки Ганга?» «Я географию Смирнова учил, извините, неотчетливо выучил. Ганг – это, которая река в Индии текет. Река эта текет в океан». «Я вас не про это спрашиваю». «Какие притоки Мейдганг? Не знаете?» «А где течет Араке? И этого не знаете?» «Странно. А какой губерний Житомир?» «Тракт 18, место 121!» На лбу у Фендрикова выступил холодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, как будто показалось, что он язык проглотил. «Как перед истинным Богом ваше высокородие», – забарматал он. «Даже отец протеереи могут подтвердить. 21 год прослужил, и теперь это самое, вот которое век буду вас молить». «Хорошо. Оставим географию. А что вы из арифметики приготовили?» «Да... Ой, и арифметику я неотчетлива. Даже отец протеереи могут подтвердить. Век буду Бога молить. С самого покрова. Учусь, учусь, и ничего толку. Постарел для умственности. Будьте милости, вы ваше высокородие. Заставьте вечно Бога молить». На ресницах у Фендрикова повисли слезы. «Прослужил честно и беспорочно. Гавею ежегодно. Даже отец протеереи могут подтвердить. Будьте великодушны, ваше высокородие». «Ничего не приготовили?» «Всё, всё, всё приготовился. Но ничего не помню. Скоро шестьдесят стукнет, ваше высокородие. Где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость». «Уже шапку с кокарты себе заказал?» Сказал протеерей Змейжалов и усмехнулся. «Хорошо, вступайте», сказал инспектор. Через полчаса Фендриков шёл с учителями в страктир Кухтина пить чай и торжествовал. Лицо у него сияло, и в глазах светилось счастье. Но ежеминутное почёсывание затылка показывало, что его терзала какая-то мысль. «Какая жалость, Барматалон! Ведь это какая, скажи на милость, глупость с моей стороны!» «Да шо такое?» – спросил Пивомедов. «Зачем же я стереометрию учил, ежели её в программе нет? Ведь целый месяц над ней подлый сидел. И какая жалость!» «Музыка!» Продолжение следует...